Тиму Джин Ясно лишь одно, из-за его великодушия проливалась кровь. Ясно лишь одно, из-за его великодушия. Ясно лишь одно, из-за его великодушия проливалась кровь. Ясно лишь одно, из-за его великодушия проливалась кровь. Режиссер Чжу Вэнсце 14-я серия По братьям Джамуха, мы вернули былую дружбу. Да, время бежит так быстро. На наших лицах ветер степей оставил глубокие морщины. Да, ты еще помнишь нашу первую встречу на берегу Анона? Как я могу забыть? Когда мы клялись друг другу братской верности, наша дружба была чистой и искренней. Брат, тогда давай вернемся к тому дню и начнем все снова. Если бы можно было вернуть время назад. Что ж, с величайшим почтением и искренностью я благодарю людей племени Кераитов, ваших отцов и братьев и моего побратима Джамуху. За то, что во времена, когда я был опозорен и не имел ничего, вы предложили мне щедрую помощь. Без людей племени Кераитов и Джардаран не было бы того Тимуджина, каким я стал теперь. Так выпьем за возрождение чувства моего уважаемого отца Ванхана, Джамухи и Сангума. До дна. Тимуджин, если снова найдется человек, который своим ртом ядовитой змеи попытается разрушить нашу дружбу, я уже не поддамся обману. Если кто-нибудь еще раз своим отравленным змеиным зубом попробует разрушить согласие между нами, я больше не поддамся сомнениям. Лицом к лицу мы объяснимся друг с другом и развеем заблуждение. Если бы отец Ванхан мог так поступить, это было бы прекрасно. Я стар. Скоро Бог призовет меня в Царство Небесное. Мое тело превратится в груду хлама, который бросит на вершине Высокой Горы. Отец Небесный, к тому времени, кому я передам своих людей. Мои младшие братья, возможно, хорошие люди. Но они недостаточно способны, да простит меня Бог, чтобы стать ханами племени Кераитов. Мой сын, слава Божьей милости, у меня есть сын Сангум, но он безграмотен, и ему нельзя доверять серьезные дела. Теперь я объявляю Тимуджина старшим братом Сангума. Два моих сына избавят меня от беспокойства за семью. Сангум, Тимуджин, я хочу перед Богом Иисусом, и согласно обычаям монголов, а также перед солнцем, закрепить с Тимуджином союз отца и сына. Посмотри, они уже стали братьями. Смотри, а лицо Сангума мрачно, как туча. Подожди, увидишь, скоро начнется шторм. Что означает закрепленный ханом союз между отцом и сыном? Неужели он ждет, чтобы передать племя Кераитов брату хана? Смысл именно в этом? Разве он сам не сказал об этом? Он даже своими братьями и сыном недоволен. Мне кажется, что он перепил кумыса. Боюсь, завтра утром, когда он проснется, он не вспомнит того, что говорил сегодня. Я больше беспокоюсь о том, что эта речь Иван-хана вызовет у Сангума и его родственников враждебность по отношению к хану. Он хочет войны? Теперь мы их совсем не боимся. Но сейчас еще не время тягаться силой с племенем Кераитов. Да. Мы должны скорее придумать способ, чтобы успокоить этого жеребца Сангума. Сангума и его родственникам. Сангума и его родственникам. Хулан. Отец. Разве ты не видела, что здесь Ван-хан и хан Тимуджин? Скорее поприветствуй их. Ван-хан? Хан Тимуджин? Сан-хан Тимуджин, пойдем. Пойдем в мою золотую юрту, выпьем чай с молоком. Хан. А пойдем лучше в мою золотую юрту. Борта хочет о чем-то поговорить с тобой. Хорошо, пойдем к тебе в золотую юрту. Я слышала, что твоя дочь Чарби Цзи еще не просватана. Я бы хотела женить на ней своего старшего сына, Джачи. А нашей дочери Хо Чжэн Бэ Цзи уже 18 лет. И она хотела бы стать женой сына Сангума, Тусахэ. Не знаю, как ты отнесешься к этому, отец. Поженить детей и стать родственниками. Хвала Богу, это неплохо придумано. Свадьбу Чарби Цзи и Джачи я могу пообещать тебе уже сейчас, что Тусахэ, он старший сын Сангума. Сначала я должен обсудить это с ним, а уж потом дам тебе ответ. Тогда я пошлю Харчи в качестве свата. Пусть возвращается вместе с отцом. Хорошо. Сангум наверняка согласится. Поженим детей и породнимся. Станем еще ближе друг к другу. Очень хорошо. Тимуджин все хорошо продумывает. Его дочь выйдет замуж за моего сына, дождется, когда он станет ханом, а сама она ханшей. Моя младшая сестра выйдет замуж за Джачи. Что он за человек этот Джачи? Сангум, как ты можешь такое говорить? Джачи старше сына Тимуджина. Все знают, что Джачи это незаконный сын Меркита. Разве я не прав? Сангум, перестань нести вздор. Я не несу вздор. Тимуджин ни за что не позволит Джачи наследовать ханский престол. Наша принцесса выйдет замуж, сможет стать лишь женой правителя Северных земель. А внук Тимуджина станет ханом племени Кероитов. И ты говоришь, что это брак справедливый? Твои обвинения беспочвены. Борте пробыла у Меркитов только несколько месяцев. А Джачи родился на обратном пути домой. Как он может быть отпрыском Меркита? Тогда пусть этот сват скажет, наследует ли Джачи ханский трон. В обычаях монголов выбирать из ближайших родственников самых способных. Джачи не может стать ханом только потому, что он старший сын. Но у него есть такие же возможности и шансы стать ханом, как и у его братьев. Харчи, твои речи хороши, как песня Жаворонка. Кто станет ханом, об этом поговорим потом. Сейчас надо обсудить женитьбу детей. Женитьбу детей – это забота родителей. Моему сыну не нужна дочь Тимуджина. У меня нет права вмешиваться в твое желание отдать свою младшую сестру этому выродку Джачи. Сангум! Сангум! Ты сам все видел. Не выйдет у нас породница. На самом деле я как раз поспел к тому моменту, когда Борте родила Джачи. С того дня, как ее украли, и до ее спасения прошло 9 месяцев. И говорить о том, что в жилах Джачи течет кровь Меркита, совершенно бессмысленно. Поверь мне. Хорошо. Обсуждал ли ты с кем-нибудь слова Сангума? Нет. И не смей никому говорить о них. Не беспокойся, хан. Язык Харчи знает, когда и что говорить. Язык Харчи. Хан, почему ты все еще не спишь? Не нальешь мне кумыса? Ты никогда не пьешь вина без причины. С какими неприятностями ты столкнулся? Неужели Джачи мне не родной сын? Он недостаточно смел? Он очень смелый. Он недостаточно предан тебе? Он очень предан мне. Тебе кажется, что он недостоин быть твоим сыном? Нет. Его поступки всегда вызывают у меня гордость. Ты не любишь его? В своем сердце ты всегда ощущаешь, что он не твой сын. Поэтому подсознательно ты чувствуешь, что он далеко от тебя. Не так ли? Как только вспомнил того Меркита, которого должен был убить, и часть этой ненависти встает между мной и Джачи. Твое отношение к Джачи и Борте несправедливо. Я не могу сказать, твой ли сын Джачи. Однако я знаю в том, что тогда произошло нет их вины, а ты виноват, что так ведешь себя с ними. Подожди. Ты хочешь напиться? Не останавливай меня. Я тебя не останавливаю. Просто хочу, чтобы ты немного подождал. А пока ты трес, хочу сказать тебе вот что. Даже я, женщина, понимаю, что твои действия могут привести к отчуждению между тобой и сыновьями. А еще хуже, между твоими сыновьями на радость врагам. Дядя, долетай. Ты знаешь, что Сангум оставил хана и уехал разбить свой лагерь в Билиджин-Шато? Но почему же? Почему? Потому что они с отцом как два жеребенка, кусают друг друга. Такой возможности мы не должны упустить. Поехали. Поговорим по дороге. Хорошо. Иди собери свои вещи. На этот раз произойдет что-то веселое. Веселого нам не хватало. Мы должны разжечь огонь между Ванханом и Сангумом. Мы не только должны повеселить племя Кероитов, но и людей Тимуджина. Правильно. Дядя Доретай, ты, поезжая в племя Киятов, разыщи этого дурака Чагатая и передай ему слова Сангума. Я? Я же его дедушка. Нехорошо это. Я пойду. Поехали. Не брат ли это Хучар? Тимулун Каким ветром тебя сюда принесло? Или это ты хочешь принести сюда ветер? Эй, следи, что говоришь Кто рассказал тебе эти гадости? Бабушка, просто скажи, правда это или нет? Ерунда Кажется, бабушка пытается утаить правду Чикатай Закрой-ка рот Посмотри, как ты огорчил бабушку Кто дал тебе право здесь выступать, вонючая служанка? Чикатай не смеет так разговаривать с тетушкой Хидаан Ты столько лет меня обманываешь Если Джо Чи не отпрыск Меркита Почему отец дал ему имя, смысл которого? Непрошенный гость Это ясно означает, что Джо Чи не сын Тимулчина Закрой рот Хучар Только и можешь-то сеять раздоры Хучар Хучар Остановись Ты ядовитая змея Следующий раз не попадайся мне больше на глаза Тимулун Подожди Рано или поздно я верну тебе эту стрелу Чикатай Чикатай Это твои слова, что я не сын отца? Да, мои И это твои слова, что я рожден от Меркита, не так ли? А ты и есть сын Меркита Чикатай Ты ранишь меня своими ненавистными речами, потому что ты второй сын Хана Ты используешь эти гнусные методы, чтобы отдалить меня от Хана и самому наследовать Ханский престол Я скажу тебе так Будет Ханский престол моим или нет, мне все равно Но я не позволю Меркитскому выродку быть монгольским ханом Второй брат Как ты можешь верить всяким россказням о нашем старшем брате? Возможно, эти сплетни не беспочвены Здор Джачи Возвращайся-ка, ты лучше туда, откуда пришел Ты за эти слова вылишь всю свою кровь до капли Кровь, которую я пролью, монгольская кровь Кровь же в твоих жилах, это грязная кровь Меркитов Ну что же, давай посмотрим, чем же отличается наша кровь Эти брата Стаффи Для них это лучший способ разрешить свой спор Не нужно крови Вложите в ножны свои мечи Убирайся Это не твое дело Ты ничтожная женщина, убирайся Джачи Джачи, ты ранил своего младшего брата Сейчас вы все увидите Чем отличается моя кровь от вашей Убирайся Пахан идет. Слушайте, Борта – ваша самая уважаемая мать. Она чистая, верная, добрая, умная. При ее поддержке я достиг сегодняшнего положения. Джачи – мой смелый сын, добившийся больших заслуг. Запомнили вы это? Запомнили. И еще. Тетушка Хедаан – не ваша служанка, а старший член семьи, которого вы все должны уважать. Тетя Хедаан, я виноват, прости меня. Я не должен был проклинать тебя, прости и ты меня. Нет, нет, вы все мои маленькие хозяева. Не надо с ними так церемониться. Если когда-нибудь вы забудете то, что я сейчас сказал, вы перестанете быть моим сыном. Идите к себе. Не переживай. Я знаю, ты расстроена. Трудно быть женщиной. Еще труднее быть женой Борджигина. Я не должен критиковать твоего отца. Но в прошлый раз он объявил всем, что Тимуджин – его старший сын. А тебе он сказал, что ты безграмотен, и тебе нельзя доверять серьезных задач. Да, значит ли это, что после его смерти Тимуджин станет ханом племени Кераитов? Тимуджин понимает это лучше тебя. Иначе он не стремился бы так стать сыном хана. Полчные планы Тимуджина я уже давно разгадал. Только хан ничего не разглядит за его мелкими услугами. Ты его единственный сын. Жизнь и смерть племени Кераитов зависят от тебя. Что я должен сделать? Сильнее оказывается тот, кто наносит удар первым. Убей Тимуджина, затем истреби племя Найманов. К тому времени вся степь будет в твоих руках. У меня появилась идея. Говори. Без воды не потекут реки, без корней не вырастет лес. Сначала мы захватим его людей. Без своего племени разве он сможет стать ханом? Хорошо. Я захвачу его людей. Сегодня иди спать к Борте. Она должна быть очень расстроена. Или ступай к Ясугану или Ясуй. Ты такой человек, что тяжелые думы могут совсем истерзать тебя. Разве мы плохо с тобой сейчас сидим? Хорошо. Давай посидим вместе. Если хочешь, спи прямо здесь. Уже совсем поздно. Что? Это месть, Тенгри. О чем ты говоришь? Ты знаешь, когда я был маленьким, я убил своего сводного брата. А теперь два моих сына дерутся друг с другом, как два быка. Это месть. Хан, тебе нужно дать им хорошие планы на будущее. И тогда они забудут свои распри. Ты сам перестал доверять одному из них. И такие последствия нетрудно было предположить. Здесь ли, Хан? Здесь. Хан, люди Сангума подожгли наше пастбище и хотят захватить твоих людей. Сколько людей они захватили? Благодаря тому, что мы заранее предприняли меры, они увели всего несколько человек. Это случилось быстрее, чем я ожидал. Черт! Набег Сангума на лагерь Тимуджина провалился. Мы пошевелили траву и разбудили змею. Зачем ты предложил отбить людей Тимуджина? Без воды не потекут реки. Пошевели травой и разбудишь змею, да? Мне нужно было сразу догадаться. Ты же ведь все-таки дядя Тимуджина. Нет. Он меня сажал в тюрьму и даже выгонял из Совета Курултай. Хватит молоть языком. Старая развалина. Ты думал, что так сможешь угодить обеим сторонам? Если Тимуджин разобьет Сангума, то ты сможешь получить его прощение. Размечтался. Кому понравятся такие интриги? Предупреждаю тебя. Если ты еще раз поможешь Тимуджину, я не колеблюсь, а то ублю твою черную башку. Ты хорошо меня понял? Джамуха! Сангум просит тебя поскорее прийти к нему. Тимуджин раскрыл наш план. Он и его люди уехали из лагеря, где они с отцом Ханом пасли скот. Что нам теперь делать? Мы уже все продумали. Сейчас нужно только убедить Ван Хана вместе выступить против Тимуджина и уничтожить его. Согласится ли на это Хан? Мы пошлем десяток людей. Десять раз повторить ему те же слова, и он согласится. Ты, Сангум? Да, отец. Разве ты не уехал от меня строить свой лагерь в новом месте? Я слышал, что отец нездоров и заехал по пути проведать тебя. Ты столько раз посылал ко мне людей, чтобы они убедили меня напасть на племя киятов. А в этот раз сам оседлал коня. Что же ты не говоришь, что ты задумал? Расскажи мне. Поведай своему отцу. Под твоим именем собрать племена и уничтожить Тимуджина. Я и отец Тимуджина названы братья. Они ни разу не отказали нам в щедрой помощи. Как я могу так бессердечно погубить их? Отец? Однако, я уже понял, что ты все равно сделаешь то, что задумал. Я старый, от меня нет толку. Ты как хочешь, так и поступай. Только не пытайся снять с себя ответственность. Дай мне спокойно прожить остаток жизни, чтобы я с чистым сердцем предстал перед Иисусом. Ну как? Согласился хан вступить в войну? Хан согласился. Дайру Сун, сейчас же собери племя. Я хочу выступить перед походом. Хорошо. Не торопись. Не стоит выступать с речью перед походом. Мы должны подготовить внезапное нападение и застать Тимуджина врасплох. Брат, ты действительно хочешь напасть на Тимуджина? Что мне остается делать? Мой верблюжонок вырос и вытесняет меня старого верблюда из круга. Ты... Твоё зло вернется к тебе. Неужели ты не боишься, что Бог накажет тебя? Бог не наказывает тех, кто добр сердцем, но совершает неправильные поступки. Ты... Ты действительно стар. Джахаганбу. Джахаганбу. Мой славный младший брат. Спаси племя Кераитов. Ты втянул племя Кераитов в несправедливую войну. Как я могу его спасти? Я сам породил эту собаку, и я знаю, сколько она сможет пробежать за день. Сангум не сможет победить Тимуджина. Тогда... Что ты хочешь, чтобы я сделал? Помоги Сангуму. Что? Теперь нам уже не приходится выбирать. Если Сангум потерпит поражение, люди племени Кераитов будут порабощены монголами. Моя и твоя жены, жена Сангума, попадут монголам в услужение. Когда я умру, как я предстану перед моим Богом Иисусом? Моя и твоя жена Сангума. Хорошо. Я помогу Сангуму сражаться против Тимуджина. Однако он очень ограниченный. У него нет ни способностей, ни нравственных качеств, чтобы вести народ. Такое серьезное дело ты не можешь поручить ему одному. Хорошо. Я соберусь силами, чтобы еще раз вступить в бой. Я отправлю Тимуджину объявление войны. Но как написать? И что писать? Хан, почему ты позволяешь Сангуму воевать с Тимуджином? Что? Кулан, откуда ты это знаешь? Сангум вместе с моим отцом и Джамухой уже отправились тайно атаковать Тимуджина. Так, он уже выступил в походу. Сангум вместе с моим отцом и Джамухой уже отправились тайно атаковать. Сангум вместе с моим отцом и Джамухой уже отправились тайно атаковать. В 1203 году все войско племени кероитов атаковало лагерь Тимуджина. Эта схватка не на жизнь, а на смерть между племенами Кераитов и Киятов была навязана Тимуджину историей. Нравилось ему или нет, но ему пришлось ее принять. Иди, быстрее! Быстрее! Быстрее, быстрее! Смотри, захваченные женщины. Кто там? Нет ли там Айлун и Борте? Кто эти пленные? Мы разбили младшего брата Тимуджина Хасара. Взяли в плен его жену, дочь и двух сыновей. Как Тимуджин? Джамуха сейчас преследует его, но он встретил яростное сопротивление. Я знаю, знаю. Тимуджин крепкий орешек. Что случилось? Что с Сангумом? Что с ним? Ему в щеку попала стрела. Я давно говорил, что Тимуджин сильный человек. А вы упорно хотели провоцировать его. Смотрите, теперь лицо моего сына пробито железом. Сейчас об этом бесполезно говорить. Ты должен отомстить за него. Хорошо. Да поможет мне Бог. Джахаганбу, собери поскорее войско, мы выступаем. Брат, ты не можешь снова биться. Если мы продолжим так сражаться, то ты погибнешь вслед за своим драгоценным сыном. Ван Хан теперь не может остановиться. Тимуджин сейчас испытывает большие трудности. У него нет запасных лошадей, нет юр для жилья. Мы должны одним ударом уничтожить его. Когда раненый тигр идет в атаку, он становится еще свирепее. Нам лучше всего сохранить силы, а затем, восстановившись, снова пойдем на Тимуджина. Так нам будет гораздо легче. Ван Хан, мы не можем вывезти войска. Эй, хватит спорить. Джахаганбу, прикажи Джамухе уйти с поля битвы. Идите. Итоги битвы при Халань-Джен-Шато Кероиты и монгольские племена киятов понесли тяжелые потери. Чтобы избежать атаки Ван Хана, Тимуджин отошел на восток. К этому времени его войско сократилось. До 4600 воинов. Эта стрела была выпущена из-за спины Тимулун. Странно. Это стрела Тимулун. Как в нее могла попасть и собственная стрела? Тимулун. У нас нет новостей и об Угадея. Угадей, Хасар, Борчу, Бороху. Нам ничего о них не известно. Мы потеряли от 7 до 8 десятых нашего войска и племени. Хан, иди сюда. Что случилось? Борчу вернулся. Где он? Я проведу. Хан, Хан. Что с Угадеем? Войско Ван Хана прострелило ему грудь. Мы с Борохулом вынесли его с поля. Борохул ртом высосал спекшуюся кровь из его раны. Мы с трудом добрались сюда. Он без сознания? Нет. Он спит. Хан, он проснулся. Угадей. Отец, не беспокойся за меня. Я в порядке. Все хорошо. Поскорее выздоравливай. Не заставляй меня беспокоиться. Ты же знаешь, я люблю тебя больше всех. Хан, у тебя уставшие глаза. Иди скорее спать. Я скоро поправлюсь. Успокойся, сынок. Джалме, здесь Хан. Расскажи Ханше новости о Угадее. Хорошо. Отнеси его в юрту. Хорошо. Хан, ты тоже иди в юрту. Поспи. У нас сейчас осталось так мало юрт, так много раненых, поэтому мы будем спать под открытым небом. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Хан, хан. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Тимулун. Тимулун. Вчера вечером она приходила в себя один раз. Что она сказала? Она сказала, ее застрелил Хучар. Мой двоюродный брат. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.